Переул Каховского Команды внесли коррективы в свою игру и начали вторую половину очень активно. Адмирал снова забил, но затем команды, как ни старались, долгое время не могли увеличить счет. И лишь в концовке Андрей Виноградов снялся вопрос о результате встречи. 4-1, тяжелые и восьмая подряд победа Адмирала. Игра была действительно напряженная и сложная. Опять все решилось во втором тайме, как уже в течение всего сезона происходит. Мы вообще отвратительно сыграли сегодня. Наверное, худшая игра за все игры, которые были. В следующей встрече горняки встретились с представителями университета путей сообщений команды «Континент». И эта встреча началась для них намного хуже, чем предыдущие. Железнодорожники быстро открыли счет, а затем утроили его. К концу таймы «Шахтеру» все-таки удалось сократить разрыв в счете до одного мяча. Казалось, все самое интересное впереди, но нет. Во втором тайме голов было меньше, всего два. И оба они взлетели в ворота «Шахтера». 6-3, «Континент» набирает очки. Ну, наверное, переоцениваем иногда свои силы, не настраиваемся на игры как надо. И из-за этого реализация хромает. На новом поле для первой лиги на улице Академика Константинова одним из первых сыграли «Канонира» и вторая команда «Адмирала». И хотя Даниил Гренадерский в первом тайме открыл счет, в концовке Владимир Шишков сумел его сравнять. Во втором же тайме при равной игре команды забили немного голов. Смогли отличиться лишь Кирилл Степанов и Александр Воронов у «Адмирала Б», что позволило им все-таки вырвать победу. Следующими на поле вышли «Спортинг» и «Дерзкие утята». Несмотря на то, что «Спортинг» считается однозначным фаворитом в этой встрече, все было не так-то просто. Именно «Дерзкие утята» открыли счет. И хоть Артем Маркин выровнял положение в первом тайме, вторая половина встречи началась с еще одного гола «Утят». В концовке «Спортинг» все-таки смог дожать утят благодаря голам Владимира Трензенко и Григория Кузьмина. Волевая победа «Спортинга» 3-2. А в последнем матче первой лиги на «Академика» Константинова борьбы не получилось. Полярка наконец-то смогла одержать свою первую победу, с чем их можно поздравить. «Химик» был обыгран с неприличным счетом – 14-3. Из всех голов – 8 на счету лучшего бомбардира весеннего этапа третьей лиги Эдгарса Саусяриса. Покером отметился Константин Кондратенко, нынешнего лучшего бомбардира второго дивизиона первой лиги, который пока что забивает больше Саусяриса. «Химик» же довольствовался всего лишь тремя мячами, забитыми в конце первого и в самом начале второго таймов. Продолжение следует...